Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Будущие отечественные авиации в Самарском университете прошли испытания камеры сгорания авиационного двигателя, выращенного при помощи 3D-принтера. Самарское предприятие «Кузнецов» готовится к новым пускам. О планах развития завода шла речь на встрече работников с главой города. В ближайшие выходные Самара отметит День города. Присуждение почетного звания – необычный фейерверк, что еще ждет горожан в праздничный день. Одним памятным местом стало больше. В Самаре открыли мемориальную доску в честь героя Советского Союза Степана Калинина. Выставка под названием «Естество» открылась в Самаре. Посетители могут увидеть на полотнах природу во всех ее проявлениях. Распечатанное будущее отечественной авиации в Самарском университете имени Королева прошли успешные испытания камеры сгорания малоразмерного авиационного двигателя, выращенной при помощи 3D-принтера. Деталь, полученная путем спекания металлического порошка, выдержала нагрузки, а это значит, что технология готова к применению. Это позволит значительно ускорить разработку новых моделей и в перспективе создать принципиально новый двигатель. Олег Зверев тоже изучил инновационный подход. На испытательном стенде принципиально новое изделие – миниатюрная камера сгорания малоразмерного газотурбинного двигателя. В самой конструкции ничего удивительного нет. Новым является способ изготовления деталей. Ее распечатали на 3D-принтере. Причем впервые для этой цели использовали не импортный, как раньше, а отечественный металлический порошок. Испытания показали, что материал, из которого сделана камера сгорания, выдерживает рабочие температуры, которые сопровождают работу камеры сгорания. И в дальнейшем мы планируем провести цикл испытаний по теплонагруженности камеры сгорания. Внешне это напоминает духовку. Вот только пироги в ней пекут металлические. В Самарском университете выращивать таким образом детали двигателей начали год назад. И вот логический результат. Технология готова к применению. Специалистам удалось полностью отработать все стадии производства. Получили порошок от отечественного производителя. Мы отработали режимы. Мы отработали технологию получения изделий уже. И мы смогли испытать это изделие. Аддитивные технологии лазерного спекания. Так называется этот процесс. Аддитивные, значит, полученные путем сложения множества мелких частиц, каждый размером в микроны. Слои толщиной меньше человеческого волоса ложатся один за другим. В итоге получается деталь, заданная компьютерной программой. Сегодня этот способ производства слишком затратный. Изделие получается таким, как если бы оно было сделано из серебра. Но техника развивается так, что уже в ближайшие десятилетия 3D принтер по металлу станет столь же привычным в быту, как электрическая соковыжималка и микроволновая печь. Принтеры пластиковые, они уже практически входят в повседневную жизнь. То есть любой человек может научиться делать какие-то детали, выращивать. Ну, металл, наверное, думаю, лет еще 10 пройдет, так чтобы у нас у каждого стоял на принтер на столе. Да, если вдруг надо что-то срочно там распечатать для мясорубки, то мы раз-раз-раз заложили и распечатали. Что касается производственной сферы, главные достоинства 3D принтера – значительное ускорение процесса. На изготовление камер сгорания двигателей раньше уходили годы. Аддитивные технологии позволяют сделать это за сутки. Уже совсем скоро мир заполнит конструкции, распечатанные на 3D принтере. Международная конкуренция диктует свои правила. В перспективе в небе останется тот, кто сможет придумать двигатель принципиально новый с точки зрения динамических, экологических, жумовых характеристик. Использование аддитивных технологий позволит решить эту задачу в десятки, а может быть и в сотни раз быстрее. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Самарское моторостроительное предприятие «Кузнецов» готовится к новым пускам. На 24 сентября назначен очередной пилотируемый старт к МКС. А в ноябре с космодрома Плесецк взлетит еще одна ракета «Союз-2.1В», оснащенная двигателями НК-33. О планах развития предприятия и города в целом сегодня шла речь на встрече с главой города. Олег Фурсов рассказал о перспективах Самары и ответил на вопросы сотрудников. Олег Зверев тоже выслушал аргументы. Сотрудники моторостроительного предприятия «Кузнецов» по своей работе знают, поскольку радикальные изменения произошли за последние годы. Сегодня у них многомиллиардный пакет заказов. Завод переживает процесс комплексной модернизации. О будущем города – вопросы главе Самары. Город сейчас находится на новом историческом этапе. Впервые за много лет Самара стала лидером по строительству жилья и ремонту дорог. Только за 2016 год в городе отремонтировано 73 улицы. Система образования, якорное направление в которой ракетно-космическое, станет одной из лучших в России за счет строительства новых учебных заведений, открытие «Гагарин-центра» и «Школа одаренных детей». Но всем проектам нужна поддержка, в том числе и политическая. Сегодня городу необходимо более весомое представительство федеральных структурах власти. А это зависит от того, насколько активно жители региона примут участие в избирательной кампании 18 сентября. Возможность жить лучше в данном случае сводится к тому, что надо потратить 18 сентября 15 минут, чтобы прийти на избирательную часть, определиться по выбору, проголосовать. И тогда в следующие пять лет у нас появятся возможности по более интенсивному развитию Самары. Глава города ответил на вопросы заводчан. Один из самых актуальных – подъездной путь к промышленной зоне. Заводское шоссе – лицо самарского бизнеса ожидает большая реконструкция. Дорога, которая проходит к нашему заводу, очень плохая. И хотелось бы, чтобы нам хотя бы ее засвальтировали. Мы в этом году выходим на заводское шоссе. Сейчас у нас объявлен конкурс. Мы начнем делать участок от Южного шоссе, от Южного моста до 22-го партсъезда. Там 195 миллионов рублей требуется. Первый участок мы сделаем, в 2017 году его откроем. Дальше пойдем двигаться дальше. По словам заводчан, они уверены, что эта дорога будет служить не только для их удобства, но и для инвестиционной привлекательности промышленных гигантов. Олег Зверев, Василий Калдашов, События. Доход и видимый результат вложений. В Самарской области заработал новый финансовый инструмент – облигационный займ. Приобрести ценные бумаги может каждый житель региона. Доход от такого вложения составит 13% годовых. Рассчитан первый проект до конца 2019 года. Средства займа пойдут на строительство новых кварталов в историческом центре Самары. Первым участником инвестиционного проекта стал Николай Меркушкин. Он приобрел три облигации. Наш корреспондент Марина Кравцова узнала все подробности проекта. Проект выпуска ценных бумаг народного облигационного займа можно назвать пилотным. Номинал одной облигации составит 60 тысяч рублей. Всего облигации выпустят 8,5 тысяч. Таким образом, общая сумма эмиссии составит 510 миллионов рублей. Эти средства пойдут на софинансирование инвестиционного проекта «Пять кварталов». Пять кварталов – территория рядом с площадью Куйбышева. Цель проекта – реновация старой части Самары. Строить будут новое жилье. При этом ключевые объекты исторической застройки города сохранят и отреставрируют. Начнут преображение с квартала в границах улиц Самарской, Красноармейской, Льва-Толстого и Садовой. Строить будут не только жилье, но и новые инженерные сети, детские сады, поликлиники, библиотеки. Разнообразная застройка. Преимущественно все-таки проект упаковывался и формировался как проект жилищный. Наша задача была оживить эти кварталы, вернуть их жизнь, сделать там комфортное жилье, а также привнести туда новые функции социально-бытовые, которых сегодня там нет. Кроме бюджетных средств, на реализацию проекта пойдут и деньги облигационного займа. Вкладывать в ценные бумаги выгодно. Доход – 13% годовых. Рассчитан проект до конца 2019 года. Тогда же будет завершен и первый этап строительства. В Самарской области – это старт нового финансового инструмента. И здесь регион в передовиках в стране. Из четырех десятков заявок Центробанк одобрил именно самарское предложение. Первым участником проекта стал Николай Меркушкин. В перспективе – реализация более крупного проекта с использованием облигаций. Сейчас готовится второй основной проект. Проект, он может быть в десятки, а может быть и в несколько десятков раз больше, где мы будем реализовывать очень широкий спектр проблем, которые есть в области, и в том числе направлять средства на развитие. То есть долгосрочные средства на развитие, на создание новых рабочих мест, на проекты инновационные. Каждый рубль этих средств, он должен только идти в дело, только. И это увидят люди, будет интерес дополнительный. Номинал новых облигаций будет разным, что сделает инвестиции более доступными. А главное, кроме дохода от вложений, люди будут реально видеть, на что пошли инвестиции, и даже выбирать тот или иной проект. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Выпуск продолжит новости экономики, и я передаю слово нашему обозревателю Ларисе Шалафаст. Здравствуйте. Цены на нефть растут после подписания соглашения между Россией и Саудовской Аравией о стабилизации стоимости черного золота. Сегодня за один баррель марки Brent дают 47 долларов 32 цента. Доллар не ослабил позиции. На 7 сентября Центробанк установил курс американской валюты на отметке 64 рубля 83 копейки. Евро 72 рубля 36 копеек. Золото стоит 2765 рублей, серебро 40 рублей 52 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 62 рубля 99 копеек, дороже всего продать за 67 рублей 41 копейку. По данным Росстата, потребительская инфляция в стране по итогам августа снизилась почти на 7%. Россияне будут на 25% меньше платить за свет и тепло. Правда, не скоро. Такой параметр на 10-летнюю перспективу заложен в программе повышения энергоэффективности, которая утверждена Кабинетом министров. Планируется, что меньше за услуги ЖКХ будут платить жители самых экономных домов. На этом все. Удачи в делах. Город-перекресток всех путей. Самаре исполняется 430 лет. В эти выходные в областной столице пройдет большой праздник День города. Жители ожидают насыщенные программы, концерты, представления. Самаре торжественно присвоит почетное звание города трудовой и боевой славы. О подготовке к празднику сегодня говорили в областном правительстве. Олеся Корецкая со свежими новостями. Самара – город трудовой и боевой славы. В этом ни у кого нет сомнения. А теперь появится официальное подтверждение. Почетное звание присвоит Самаре торжественно в День города 11 сентября. Праздник начнется на второй очереди набережной в 13 часов. Над полевым спуском, как напоминание о боевой славе, выступит авиационная группа высшего пилотажа на реактивных штурмовиках и вертолетах, а также парашютисты воздушно-десантных войск. В небе развернется ярко-красочное представление, где мы увидим все символы от российского флага, различные пируэты. Будут работать военно-патриотические площадки и выставка современного вооружения. Самые активные проведут тест-драйв новых автомобилей «Лада». Не менее яркая слава трудовая. Есть чем гордиться и в прошлом, и в настоящем. Вечером на площади Куйбышева можно будет посмотреть достижения промышленных предприятий и вузов. Будет работать ярмарка самарских сувениров и выставка «Самаре 430 лет». Впервые Самара будет демонстрировать две награды государственные, которые были вручены нашему городу. Это орден Ленина в 1982 году был вручен Куйбышеву. И орден Октябрьской эволюции 1986 год, 400-летие как раз нашего города. Трудовое и боевое прошлое у «Самары» весьма-весьма значимое. Мы гордимся тем, что наши земляки не только на фронтах Великой Отечественной войны добывали победу, но они ковали ее в буквальном смысле и в туму. Также гостей ожидают выступления артистов самарских и не только. Поздравить «Самару» с юбилеем приедут Лев Лещенко, Полина Гагарина, а также группа «Любэ». В 10 вечера пейерверк обещают очень необычный. Олеся Корецкое событие. Во время празднования Дня города настроение самарцев не испортит коммунальные вопросы. В День города все службы ЖКХ и благоустройства будут дежурить круглосуточно, в состоянии полной боевой готовности. Сейчас специалисты готовят город к празднику, навозят лоск на улицах, проверяют праздничную иллюминацию, украшают площади, скверы и парки. А чтобы самарцы могли спокойно разделить радость праздника, за коммунальные спокойствия будут отвечать руководители предприятий ЖКХ и благоустройства. Такое распоряжение озвучил первый вице-мэр на общегородском совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. По выходным я уже говорил, что первые руководители и графики на выходные дни в полном объеме работать. Во дворах грязь уберите, еще раз повторяю. Глава Самары встретился с коллективом булочно-кондитерского комбината. За последние два года там тоже произошли изменения. Отремонтировали тротуар на московском шоссе вдоль территории комбината. На самом предприятии установили наружное освещение. На встрече работники задавали главе города вопросы, говорили о грядущих изменениях на предприятии в городе. Далее Олеся Корецкая. Самара преображается, и это только начало. Кардинальные изменения в структуре управления городом дали свои плоды. Реформа местного самоуправления дала результаты. Большинство вопросов решается теперь на уровне районов. Количество жалоб в администрацию резко сократилось. У нас в Думу вошли бюджетники, представители крупных предприятий промышленных или пищевой промышленности. Вошли представители общественных организаций. И это те же самые люди, которые живут в наших с вами дворах, домах, пользуются теми же услугами, которые изнутри понимают проблемы, которые волнуют горожан. Бюджет города остался прежним, но подход к распределению финансирования изменился. За два года в Самаре отремонтировали почти половину дорог. Открыли две новые школы. Закупили более 200 единиц общественного транспорта. Упорядочили работы управляющих компаний. Идет активное строительство спортивных комплексов и медицинских центров. Глава Самары Олег Фурсов отметил, власть должна работать для людей, но и люди не должны пускать жизнь города на самотек. Если мы с вами очень правильно отнесемся к явке, поверьте, что в следующие пять лет мы с вами будем получать гораздо большее финансирование. А это в конечном итоге скажется и на внешнем облике города, и на качестве услуг, которые город предоставляет, и на качестве жизни каждого из нас. Привести в порядок огромный город возможно, отметил Олег Фурсов. Только в один момент этого не сделать. Необходима поддержка и со стороны федерального правительства, и со стороны самих горожан. На встрече сотрудники булочно-кондитерского комбината задавали главе Самары вопросы, делились впечатлениями о происходящих изменениях. Руководитель предприятия Лидия Ерошина получила благодарность и награду за вклад в развитие города. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Долгожданный ремонт. В нескольких дворах на улице Воеводина обновляют дорогу. Этот внутриквартальный проезд – один из 60 ремонтируемых в этом году. Каждый этап ремонта под контролем специалистов и общественников. За ходом работ следил Павел Баймаков. Некоторые живут здесь почти 50 лет, но ровного асфальта и нормального освещения в своих дворах не видели долгое время. Наконец, дождались. В прошлом году в рамках программы «Двор, в котором мы живем», здесь установили детские площадки, ограждения и новые световые опоры. Очень мы рады. Свет у нас теперь, мы не боимся. А раньше было так темно. Тут ямы, на яме было. Сейчас вот сами видите, какая благодать. Большое спасибо. На достигнутом не остановились. Уже в этом году приступили к ремонту внутриквартального проезда на площади 2500 квадратных метров. Здесь расширили проезжую часть, обустроили места для парковки, тротуары, почти завершили устройство бортового камня и уложили новый асфальт толщиной в 5 сантиметров. На это потребовалось около трех недель. Все замечания и пожелания общественности подрядчик старается учитывать. После этого подрядчик увозит весь строительный мусор. По окончанию работы производится отбор кернов на лабораторные испытания. И в случае положительных результатов уже происходит оплата данных видов работы. Согласно муниципальному контракту, заключенному с департаментом благоустройства, на выполненные работы гарантия 5 лет. То есть в течение пяти лет мы несем ответственность за данные выполненные работы. В случае, если возникнут дефекты, подрядчик обязуется устранить их за счет собственных средств. Работы почти закончены. Осталось лишь завершить устройство бордюра, вывести строительный мусор и отсыпать газоны за бортовым камнем. Но местные жители уже довольны. Говорят, теперь путь к детскому саду, школе и местной поликлинике будет комфортным. До конца года в Кировском районе будут охвачены ремонтом 15 дорог. На шести внутриквартальных объектах работы выполнены полностью или находятся в завершающей стадии. На внутриквартальных территориях Самары с основным объемом работ специалисты уже справились. По 48 дворам из 60. Сверхплана на дополнительные средства планируется взять в работу еще 11 внутриквартальных дорог. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События. Героям вечная память. На фасаде 23-го дома по улице Советской армии в Самаре появилась мемориальная доска. Ее установили в честь участника Великой Отечественной войны, герой Советского Союза Степана Никитовича Калинина, который провел в этом доме последние 12 лет своей жизни. Звезду героя, командира отделения стрелкового полка, получил замужество и героизм, проявленные при форсировании Немана и удержании плацдарма на его западном берегу в далеком 44-м году. Не стало Степана Никитовича в 87-м. Ему было 64 года. На открытии мемориала присутствовали его вдова, внуки и сноха, которая была знакома с ним с детства. Свои заслуги он никогда говорит, да нет, я не очень заслужила эту звезду. Там это так уж вроде попало, что мы остались живы, держали плацдарм на Немане, на острове. И поэтому нас наградили. Настолько было скромно. Мы должны всегда знать своих героев, а уж рассказывать о них, рассказывать о них прежде всего нашим подрастающим поколениям. Они будут проходить мимо дома, будут проходить мимо этой мемориальной доски и будут, наверное, вспоминать те военные годы, гордиться, что с ними на одной земле, в одном городе жил такой замечательный человек. Серия выставок «Достояние» проходит в Самаре в галерее «Виктория». Первая состоялась весной, и посетители могли увидеть классические произведения художников. Вторая начала работу на днях и называется «Естество». В произведениях отражается природа в разных ее проявлениях. Выставку оценил Сергей Кизоркин. Несостоявшийся генетик, москвич Илья Федотов-Федоров, после получения диплома филолога, решил посвятить себя современному искусству. Его предмет творчества – природа. Произведение Федотова-Федорова собрано в композиции из археологических находок, возраст которых примерно 7 тысяч лет, и современных природных материалов. Своими работами художник пытается напомнить людям, что природа всегда рядом с нами, как бы мы от нее не удалялись или не отгораживались современными технологиями. Люди, например, уже не переживают за экологию. То есть, в принципе, уже все знают, что все будет плохо, и смирились с этим. Если приедете в Сингапур, там вообще нет реальной природы. Там только насаженные деревья и парки, которые производят впечатление каких-то пластмассовых скульптур. Ну, то есть, даже не очень понимаешь, что это природа. То есть, они настолько ухожены, настолько выдраны из контекста. Увидеть природу, какая она есть на самом деле, предлагают художники во второй выставке из серии «Достояние». Естество. Название говорит само за себя. Природа, отраженная в искусстве и науке. Посетители увидят банальные гербарии, видеоэкспериментов Павлова, а также копии популярных советских открыток и перфомансы. Найти себя в жизни и определиться со своими жизненными ценностями и запросами. И совместимы ли они с общественными? Порой возникает конфликт интересов, уверены художники. Духовные администрируют. Это странно, это не совсем, наверное, правильно, но это так и есть. И вот важно, наверное, каждому зрителю понять свою позицию по отношению к этому администрированию. Насколько его представление о чем-то его личное, насколько он самостоятельен в своем мнении. Выставка «Достояние» трехсерийное. Первая прошла весной. Классическое искусство, клише и штампы. Третья финальная народность состоится зимой. Художники предложат задуматься самарцам, как национальное искусство влияет на самосознание человека. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. А теперь коротко о других темах дня. Ближайшие два пуска ракет с нового космодрома «Восточный» в Амурской области состоятся в следующем году. Они запланированы на четвертый квартал, сентябрь-октябрь. По словам главы Роскосмоса Игоря Комарова, одна из ракет выведет на орбиту спутники серии «Конопус», другая – аппарат из серии «Метеор». Новая скоростная автомагистраль «Меридиан», ведущая из Китая в Европу, пройдет через Самарскую область. Трассы проходят по южным окраинам России и соединит восемь российских регионов, среди которых Оренбургская, Самарская, Саратовская, Тамбовская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Брянская области. Общая протяженность новой трассы составит около двух тысяч километров. Ярмарка под названием «Праздник картофеля» состоится в Самаре 10 и 11 сентября в Ленинском районе на пересечении улиц Коммунистическая и Владимирская. Городские власти приглашают сельхозпроизводителей принять участие в ее работе. Места им будут предоставлены бесплатно. Ярмарка будет работать с 8 утра до 6 вечера. В Самарской области завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Она проводилась по территории России с 1 июля по 15 августа. Всего в области обследовано больше 300 тысяч объектов. Это крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства, дачные участки и объединения. По предварительным данным переписи, в Самарской области больше 500 сельскохозяйственных объектов, почти 2000 крестьянско-фермерских хозяйств и почти 300 тысяч личных подсобных хозяйств в сельских и городских поселениях. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Лада сражается за подиум Чемпионата мира по кольцевым гонкам. Самарские шпажистки выиграли звезду Балтики. Мини-гольф. Областной турнир для семейных команд. 10 семейных команд Самары и Тольятти разыграли призы областного турнира по мини-гольфу. На первом этапе нужно было пройти 18 лунок на счет ударов. В финале встретились 4 команды. За бронзовые медали мячик катали семьи Машковых и Лысовых. В итоге третье место со счетом 7-4 заняли Лысовы. Как и год назад, в матче за первое место встретились команды Нестерович-Чикины. Прошлый чемпионат области выиграли Чикины. В этом году семья Нестерович взяла убедительный реванш со счетом 6-2. Екатерина Тарасова и Ирина Охотникова выиграли звезду Балтики. Самарские шпажистки уверенно победили в командном турнире на всероссийских соревнованиях по фехтованию. За медали сражались 36 команд, составленные из сильнейших юниоров России при Балтике. Первый состав сборной, в которой вошла Охотникова, уверенно одержал победу со счетом 41-28. Второй спортивный коллектив, где выступала Тарасова, вырвал победу буквально на последних уколах. 45-43 – итог финала. Седьмое место занял пилот Лады Ник Кацбург на японском этапе Чемпионата мира по турингу. В итоговой таблице голландец по-прежнему сохраняет тоже седьмое место в зачете гонщиков. Этот сезон для Тольяттинской конюшни складывается удачно. Восемь подиумов, в том числе два чемпионских. Очередной старт Чемпионата мира по кольцевым гонкам пройдет в Китае в последний уикенд сентября. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»